огромнейший привет мои творческие друзья давно не было видео где я присутствую лично воочию и вот я здесь перед вами корона вирус самоизоляция карантин слова не очень-то позитивный особенно если учесть что сейчас творится во всем мире то можно впасть и в панику и в депрессию но только не нам друзья мои и если ты изолирован почти от всего мира твое передвижение практически ограничено небольшой территории даже если ты остался один у тебя всегда есть надежный друг опоры это твой фотоаппарат конечно же телефон интернет для связи с внешним миром кто-то вышивает кто-то бухает кто-то читает а мы будем с вами фотографировать и сегодня я поделюсь с вами своими способами съемки когда есть только ты и твоя камера и так нам понадобится конечно же камера штатив и пульт либо камере либо к телефону почему именно пульт они съемка с использованием таймера все очень просто во первых с пультом вы всегда меньше будете бегать туда-сюда а просто менять позу и нажимать кнопку а во вторых при нажатии кнопки на пульте происходит следующее вы нажимаете кнопку потом камера фокусируется на вас настраивает резкость потом происходит задержка в несколько секунд и это дает вам время убрать пульт и принять позу для съемки и только после этого происходит спуск затвора без пульта я вас уверяю вы устанете бегать и быстро остынете к съемке такой пульт для зеркальной камеры можно купить в любом фото магазине и он точно еще не раз вам пригодится самый простой пульт вот как у меня стоит в районе 1000 1200 рублей и эта вещь стоит своих денег а для смартфона вот такой вот пульт можно купить всего лишь за 200 250 рублей и так с пультом все понятно со штативом тоже теперь поговорим о самом главном о настройках камеры и так настройки камеры первым делом режим съемки переведем приоритет диафрагмы ставим значение а в теперь колесиком который отвечает у вас за диафрагму у меня это вот это верхняя колесика выставляем значение диафрагмы если мы хотим размытая бака открываем полностью диафрагму насколько способен ваш объектив это будет самое маленькое значение в цифрах в моем случае это 14 если у вас светосильный объектив смотрите сами нужен ли вам маленький гриб гриб это тот участок который будет резкий если у вас диафрагма 1 и 2 или 14 как у меня может стоит сделать диафрагму 2 чтобы вся ваша фигура попала в этот гриб в зону резкости и со я бы тоже порекомендовал поставить вручную ориентируясь на освещение если этот день ставим iso однозначно 100 если предзакатное состояние можно использовать 200 если уже темнеет то ставим 400 или даже 640 но на крупе больше 800 я оставить вам не советую чтобы избежать лишних шумов если у вас full frame полный кадр как у меня то можно использовать даже 1600 или 2000 снимая практически в темноте и без лишнего шума теперь в режиме drive выбираем пульт неважно какой моментальной или задержкой главное на пульте на обратной стороне выбрать режим 2 тогда камера будет вас снимать с трехсекундной задержкой возвращаемся опять камере точки фокусировки ставим автоматически на верхнем экране это вот такое вот значение видоискатели вам нужно выбрать вариант когда все точки загораются красным это делается для того чтобы ваши камеры было больше возможности зацепить вас фокус и сделать резкий качественный снимок все мы готовы к съемке я специально дождался золотого часа это примерно полтора часа до захода солнца почему закат да потому что вы получаете самый красивый естественный свет и так как мы на карантине мы с вами сейчас выйдем на крышу для нашей фотосессии вот уже известная банка это фактически герой бестселлера итак друзья мы с вами находимся на крыше солнце уходит закату короны вирус распространяется по всему миру самая лучшая идея для того чтобы провести карантин это вылезти на крышу и провести фотосессию на улице уже достаточно тепло да просто я себя чувствую вообще замечательно вот в толстовочке мне очень тепло в общем для проведения такой фотосессии друзья нам понадобится зеркальная камера или любая камера с автоспуском крыша соответственно закат смотрите какой красивый просто пылает ну и желательно иметь вот такой вот пультик управления для того чтобы в нужное время сделать спуск затвора ну что переходим делать крутые снимки поехали не забудь подписаться репосты видео если видео будет интересным и популярным в следующий раз я покажу как снять самого себя дома с использованием подручных средств как использовать в качестве света обычную домашнюю лампу и как сделать домашние декорации для съемки из того что есть у вас под рукой до до новых встреч а